Все эти доказательства, научные, философские, все это обман. Без Бога мы жить не можем. Мы заблудились в диком лесу жизни, кругом нас ходят люди и не понимают нас, что мы заблудились. Потому что и они сами заблудились. И кто укажет дорогу? Как можно указать дорогу без Бога? Допустим, приобретай жизненное благо. Но один опасный шаг, и смерть все разрушает. Спасут нас эти блага. Тройные системы, какие бы ни были заманчивые, они нас не спасут ни от чего. Многие из нас стали умными. Есть такие люди, которые всем обеспечены. Но разве они избавятся от смерти, от непонимания, от ненависти? Перед лицом смерти, если нет Бога, все одиноки. Все и вся отступает от человека, и он остается один на один в единоборстве со смертью. Но кто из нас победил смерть? Посмотрите на кладбище. Там вон все похоронено. И всякие надежды, и всякие блага. И не только прав человечества. Одиночество бывает от того, что люди не знают Бога, что люди обманулись в жизни. А ведь не зная Бога, человек обманут жизнью. Рождается человек, чтобы жить. А выходит, рождается человек, чтобы умереть. И самые чуткие теперь это начинают понимать. А чуткие это женщины и молодежь. Мужчины и старики, те еще носятся со своей идеей, еще смеются. Кто, мол, у вас хорами? Одни женщины, как будто женщина не человек. А ведь женщина это чуткое существо. Особенно она чутка в горе. Те, кто помнят войну, знают, что женщину спасла церковь. Пойдет, выплачится и легче станет. Смотрит как-то. Живет и обеспечивает фронт, обрабатывая на себе землю. Женщина. Наша русская женщина вытягивает самый трудный воз жизни. Потому что она чутка к Богу. Как горе, так она к Богу. А мужчины и старики со своим склеротическим атеизмом смеются над женщиной. Когда женщина идет в храм, нужно радоваться. Они смеяются. Она идет молиться за наш грешный мир, чтобы он не погиб. Вот когда женщина не пойдет в храм, тогда можно сказать, что мир погиб. И безбожники, смеясь над женщиной, все-таки успокаиваются. Пусть, мол, женщины наполняют храм. Это, мол, женщины не человеки. Но когда молодежь вдруг начинает идти к Богу, появляется в храме. Тут начинается переполох. В чем дело? Молодежь – наша опора, которую мы воспитали в атеистическом духе. А она пошла к Богу. И тут они не ограничиваются смехом. Сначала начинает переубеждать. Занимается индивидуальной обработкой. Ссылается на науку. Но, оказывается, молодежь передумала, переосмыслила ей все. И она знает гораздо больше, чем их учителя. Был такой случай, когда ученые родители, уверовавшие о сына, вдруг решили роясь в атеистическом словаре – переубедить. И он только посмеялся добрым смехом и жалкой беспомощностью. Или тревожные родители хотели что-то противопоставить сыну. И он им сказал – а что вы мне дадите взамен Бога? И они увидели, что противостоять ему бессильны. И тогда они, мать и отец, побежали в психиатрическое отделение, чтобы их сына забрали в сумасшедший дом. Потому что он уверовал в Бога. Задуматься над этим вопросом – это нужно прийти в ужас. За веру в Бога отец и мать отдают сына в сумасшедший дом. Рассудите, кто здесь нормальный? А ведь находятся люди, которые говорят, что вера в Бога – ненормальность. Или такой случай. Я не выдумываю, а говорю из жизни. Мать озлобилась на своего сына до того, что раз сказала ему – если бы мне дали автомат, я бы всех верующих перестреляла. А за что? За то, что ее сын уверовал в Бога, в добро, в любовь. За то, что ее сын ищет бессмертие. За это нужно расстреливать. Пусть такая мать задумается в тишине ночной, что и кто подсказывает ей. Это дьявол говорит в ее сердце. Мы одиноки без Бога. Мы несчастны без Бога. Мы ничего не видим и не понимаем без Бога. Без Господа нашего Иисуса Христа, распятого за нас и воскресшего для нас, все становится бессмысленным. Если сейчас много стало одиноких и отчаявшихся. Кому мы нужны? Никому до нас дела нет, как говорят многие. Недавно мне рассказывала одна мать о своем пятилетнем сыне, который крестился, увидев во сне крест. «Я хочу креститься», – заявил он. Одна тетя вдруг сказала ему, что ты, мол, уходишь все в храм, для чего это? Он покачал головкой и сказал, а ты ничего не знаешь, нужно душу спасать. Какие слова у этого ребенка? Душу спасать. Но тетю этим не убедишь, она считает, что знает больше ребенка. И продолжает, какая, мол, душа? Умрешь и ничего не останется. И он сказал ей, подожди, не торопись об этом говорить. Вот когда умрешь, тогда скажешь. В самом деле, ведь отвергать Бога, для этого ведь тоже нужна вера, отвергать загробную жизнь. Откуда они знают, что там ничего нет? И прав ребенок, вот когда уйдешь туда, тогда скажешь. А пока ты отвергаешь тоже по вере, ведь бесы тоже веруют. Отвергать Бога – это тоже вера, только вера бесовская. Как в Евангелии сказано, и бесы веруют, и трепещут, и боятся. А настоящая вера не имеет в себе страха. Настоящая вера несет в себе радость. Веруя в Бога, мы не одиноки. Мы с Богом, а раз с Богом, то мы со всеми добрыми людьми. Тогда мы не скажем, что мы никому не нужны. Мы нужны Богу. Каждый человек нужен Богу. Человек – это не тот, кто только звучит гордо. Человек – это не самый ценный капитал, а человек – это образ и подобие Божие. Человек выше всего. Выше всякой человеческой гордости, выше всякого капитала. Его ни с чем нельзя сравнить, разве только с Богом. Есть Бог, а значит и человек – сам Бог. А нет Бога и человека нет. А его сравнивают с бездушным капиталом. В христианстве есть такая аксиома. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Как? А вот. Христос – это Бог. Но приходил на землю, жил с нами, страдал с нами, был распят с нами. А дал себя в руки человека, потому что считается с полей человека. Безбожники говорят, что Бог только, мол, наказывает. То вот Христос – Бог, не наказывает, а наше наказание понес на себе. Это не жестокий Бог, а Бог – все истощающий для спасения человека. Мы теперь объявили это мифом, сказкой. Потому и вся жизнь стала мифом и сказкой. Задумайтесь, если нет Бога, нет воскресения из мертвых, нет загробной жизни, то и вся жизнь – это миф и сказка. Спросите у того, кто умирает, что он вам об этом скажет. Все прошло, как во сне. Рассказывала мне одна верующая сестра про своего неверующего брата. Умирал он, бодрился, делал вид, что ему все нипочем. Он подсмеивался над сестрой. Я вот, мол, прожил все, испытал, всякие удовольствия. А ты, мол, что знаешь о своим Богом? Но смерть подвигается. Становится печальный вид у брата. И, наконец, он просит свою сестру. Знаешь что? Побудь около меня. Мне становится что-то страшно. И, наконец, умер. И сестра видит про него сон. Стоит такой жалкий и одинокий. И говорит сестре, как я жалею, что напрасно прожил свою жизнь. Мы решили земными благами разрешить все вопросы жизни. А их разрешить так нельзя. Душа одинока, тоскует, скучает. От того чуткие женские души тянутся в храм Божий. От того чуткая молодежь рвется к Богу, как ее к Нему не пускали бы. Отвергать может всякий дурак. Вот понять для этого нужен ум и чуткое сердце. Нужно понять, что без Бога обойтись нельзя. Что без Бога ничего разрешить нельзя. Только можно все загнать в тупик. Но, к счастью, загнав тупик человека, тем самым наталкивает на то, чтобы человек искал выход. И человек ищет. То, что при полной, казалось бы, безрелигиозности люди начинают веровать. Это значит, ищут выход. И выход не в том, чтобы устроиться по-земному. Это дом, как сказано в Евангелии, созданный на песке. Разлились воды, подул ветер, и он падает. А выход, чтобы понять, что есть вечная жизнь. Ведь о жизни можно говорить только тогда, когда нет смерти. А если есть смерть, то когда бы она ни пришла, все равно нет жизни. Тысячу лет живи, а если придется умирать, то все равно это не жизнь. Жизнь, когда есть вечность, когда можно жить и не умирать. И Бог любящий, Бог добро создал нас для бессмертия, потому что Он любит нас. Ведь когда кто-то и что-то создает для смерти, Он не любит. А Бог любит нас и создал нас для бессмертия. Но как уверовать в бессмертие? Человеку современному, видящему на каждом шагу смерть, запутавшемуся в грехе и не сбедшего в мир смерть, трудно понять. Иногда Он говорит, если бы для нас открылась вечность, тогда, может быть, мы бы веровали. Но не верует не от того, что не видит, а не верует от того, что запутались в жизни. Бог, любящий нас, не оставляет нас и без того, чтобы не показать нам в бессмертии. В прошлый раз я напоминал о записках из Кули, невероятное для многих, но истинное происшествие, где написано, как попал в иной мир. Издатели Сноски вот что пишут про это. Рассказ напечатан несколько лет тому назад, было в 1916 году, в Московских ведомостях. По поводу его, в свое время мы имели переписку с автором, который подтвердил истинное происшествие, присовокупив, что лицо, от имени Коева ведется рассказ, после описанного события поступило в монастырь. Я позволю себе зачитать некоторые выдержки из этого рассказа. Я с уверенностью ожидал, что не сегодня-завтра должен наступить поворот к лучшему, и нетерпеливо спрашивал в 5 раз, когда у меня вынимали градусник из-под руки, какова у меня температура, но достигнув известной высоты, она словно замерла на одной точке. И на мой вопрос я постоянно слышал в ответ, 40,9, 41, 40,8. В одну ночь мне было особенно плохо, я метался от жара, и дыхание было крайне затруднено, но к утру мне вдруг сделалось легче. Пала температура, но опытные врачи забегали. Оказалось, начался быстрый отек легкого. Странная перемена произошла вдруг в моем настроении. Вот доктор задал мне вопрос, я слышу и понимаю, что он спрашивает, но ответа не даю. Не даю, потому что мне незачем говорить с ним. Я вдруг почувствовал, что меня с неудержимой силой потянуло вниз. В первую минуту это ощущение было похоже на то, как бы ко всем членам моим подвесили многопудовые гири. Тут действовал какой-то закон притяжения. Куда-то дальше, глубже, в землю. Да, именно в землю. И мне захотелось лечь на пол. Я взял усилие и заметался. Агония, услышал я произнесенное надо мной доктором слово. Нет, физических болей я не чувствовал никаких, но я несомненно страдал, мне было тяжело, томно. Отчего же это? Я знал, от какой болезни я умираю. Так вот оно что. Это она, земля, так тянет меня, вдруг ясно выпало в моей голове. То есть не меня, а то свое, что на время дала мне. Нет, весь я не уйду, не могу, чуть ли не громко крикнул я. И сделал усилие освободиться, вырваться от той силы, что влекла меня. И вдруг почувствовал, что мне стало легко. Я открыл глаза, и в моей памяти, с совершенной ясностью до малейших подробностей, запечатлелось все, что увидел я в ту минуту. И я увидел, что стою один посреди комнаты. И справа от меня, обступив что-то полукругом, столкнулся весь медицинский персонал. Меня удивила эта группа. На том месте, где стояла она, была койка. Что же теперь привлекло там внимание этих людей, куда смотрели они? Когда меня там уже не было, когда я стоял посреди комнаты. Я подвинулся и глянул туда, куда глядели все они. Там на койке лежал я. Не будем считать о тех ужасах, которые испытал он, чтобы обратить на себя внимание. Загромный мир соприкасается почти с нашим. Казалось бы, какая-то часть миллиметра. Но мы не сходимся вплотную. И таких случаев не один. В прошлый раз я напоминал, как дядя, живущий в Англии, пишет о своей племяннице, живущей здесь. Что и там был подобный случай. Да вот и я слышал о человеке, который сейчас еще живет, у которого была клиническая смерть. Они думали, что он мертв. А он после клинической смерти все рассказал им, что они говорили, как двигались, во всех подробностях. Человек это не только вот это тело, материя, прах. Человек состоит из тела и души. И душа не умирает подобно телу. Она все видит и знает. Смелыми, ничего не боящимися. В самом деле, чего бояться, если всякая трудность в земной временной жизни несет вечную радость? Чего бояться, если Христос с нами, которому дана всякая власть на небе и на земле? Верующий воскресенье из мертвых знает, для чего живет и что будет после нашей физической смерти. И он живет, радуясь, потому что жизнь наша Христос и смерть приобретение. Христос воскрес, радость моя, говорил преподобный Серафим каждому приходящему к нему. Для верующего другой человек радость. И он радуется каждому человеку, потому что Христос воскрес, потому что мы будем жить вечно. Будем жить вечно. Вдумавшись в эти слова и поняв их значение, хочется всех и вся обнять. Царство Божие уже начнется сейчас. Вот оно в душах наших, как сказал Христос. И спрашивается, для чего же ты, человек, своим неверием портишь себе и другим жизнь? Христос воскрес для всех нас, чтобы мы жили вечно и радовались. Бог человека создал для радости. Завистью дьявола смерть вошла в мир, как сказано в Новом Завете. Преодолеем же эту зависть дьявола, найдем потерянную веру и возрадуемся. Есть жизнь вечная, есть воскресение из мертвых, есть Царство Божие, Царство Небесное. Мы не одиноки, потому что все это есть. Вера больше всего. Надо веровать. Не веря – это страшное недоразумение на нашей земле. Недоразумение, чреватое страшными последствиями. Откроем глаза и посмотрим, что мы утеряли своим неверием. Мы стали недоверчивы друг другу, нетерпеливыми, нелюбящими, клеветниками. Все опустошили. Неверием жить нельзя. Неверие только разрушает и материальные, и духовные ценности, как говорят. Потому что неверие – это о смерти. Не верю – значит не верю ничему доброму и ничему живому. Верю – значит верю, что есть жизнь, что есть Бог, что все мы братья. И зачем нам драться друг с другом на жизненные блага, которые рано или поздно станут прахом, если есть вечные блага, за которые не надо обижать друг друга, которые приготовил нам Бог. Мы куплены дорогой ценой – смертью Бога человека. Не будем же выкупленные из рабства добровольно попадать в рабство смерти и пления. Человек свободен, избрал себе свободу вечной жизни. Жизнь или смерть. Бог нам предоставил выбор. Выберем жизнь и пойдем к этой жизни. Жизнь достается с трудом. Царство Небесное с трудом достается, как сказано в Евангелии. И только трудящиеся для жизни входят в него. Царство Божие – Царство Небесное. Мы обленились. Мы развращены неверием и благами земными. Отрезвимся же. Посмотрим на крест. Это Христос распялся за нас, чтобы мы вечно жили. Не убоимся же трудностей и креста. Все свои силы для воскресения из мертвых. Христос распят в этом мире, но это не смерть. Христос воскрес для того мира, в котором мы должны жить. Через распятие мы должны увидеть воскресение из мертвых. Собеседование 9. Сожи жду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее, так сказал Христос. Не одолеют, потому что церковь о воскресении из мертвых. О воскресении из мертвых никакие силы ада не могут одолеть. Христос воскрес и силы ада разрушены. Но, к сожалению, когда мы смотрим на современное положение церкви, то кажется, силы ада одолели. Тут и разрушенные храмы. И иерархия не такая, какая должна быть в церкви. Тут и наша вера. Ну какая это вера? Когда больше боятся не Бога, а сильных мира сего. Прежде всего мы должны определить, что такое церковь, и на чем она созвездается. И сразу же нужно сказать, что часто понятия церкви мы смешиваем с понятием храма. Храм – это здание, куда собираются и добрые, и злые, а в наше время и верующие, и неверующие. И иногда в храме творятся такие нецерковные дела, что всякий порядочный человек не выдерживает их. Хотя храм по своему назначению должен быть чем-то особенным. Вспомним, когда в своей земной жизни Христос зашел в храм и увидел там продающих и покупающих, Он взял веревку и выгнал их из храма. Если представим себе в наши дни, Христос зашел бы в храм, чего бы Он здесь не увидел. И какой бы веревкой Он не погнал нас из храма. Но безмолвен Христос на иконе в храме и молча, со скорбью, смотрит на наши дела. Смотрит Христос, значит видит. И вот этот всевидящий глаз Христа пусть каждый почувствует на себе. А мы вот с этого амбона будем делать определение, что такое церковь. Вспомним катифизическое определение. Церковь – общество людей, соединенных между собой верою, таинствами, любовью. Нужно еще, видимо, добавить и чистотой жизни. Церковь входит как люди, живущие сейчас, так и отошедшие из этого мира. Церковь входит и ангелы Божии. Церковь находится и во временной жизни. Она и в вечности. Церковь созидается на Христе. Христос – основа церкви. Он же и глава ее. Вспомним из символа веры. Верую воедину святую, соборную и апостольскую церковь. Подчеркнем слова «верую» и «единую». Если веруем церковь, то она невидима. Верует ведь то, что не видит. А если церковь невидима, то могут ли ее одолеть видимые силы? Церковь едина. Но тогда вопрос – почему же существует много церквей? Не разделяет ли они единую церковь? А если разделяет, то выходит, что она одолена. От правильного определения понятия церкви разрешаются многие недоуменные вопросы. И мы увидим, что церковь основана для того, чтобы мы достигли воскресения из мертвых. Назначение церкви – спасать. А спасатель значит достигать воскресения из мертвых. Но кто может дать правильное определение церкви? Ее очерти земными средствами нельзя. И как говорит один наш богослов, церковь понимает тот, кто живет жизнью церкви. Следовательно, чтобы понять, что такое церковь, нужно жить по-христиански. А когда живут не по-христиански, то вместо церкви они что угодно подразумевают, только не церковь. Споры наши. Вот такие-то церкви, а такие-то нет. Ничего не значит. Ибо можем назвать себя самыми правоверными. И можно оказаться вне церкви. Сейчас надо только вот что нам запомнить. В церкви святыни, и ничего грешного в ней нет. Все, что человечество достигло лучшего во имя Христа, это церковь. В церкви есть иерархия, есть миряне, рядовые верующие. Но нельзя сказать так, что этот вот что-то значит в церкви, а этот ничего не значит. В церкви все ответственны, и нельзя никого выбросить из нее. И иерархии, и миряне, как говорят восточные патриархи, связаны между собой не авторитетом, а союзом любви. Любовь должна все пронизать. Где нет любви, там нет и церкви. В церкви все ответственны, и кто не чувствует ответственности, тот и вне церкви. В церкви должны твориться самые светлые дела, и ничто грешное не должно быть в церкви. Посмотрим исторически, как все протекало в церкви. Вот только сошел душ святой, и люди стали прилагаться к церкви. У них было все едино. И духовное единство было и материальное. И никто ни в чем не имел недостатка. Церковь стала разрастать. Но мир ее окружал грешный. Мир иудейский, который хотел все основывать на законнических началах. И мир языческий, для которого не все могли быть равными. Члены церкви понесли в мир любовь, всепрощение, равенство перед Богом. Бог не лицеприятен и не смотрит на лица, богатый ты или бедный, а смотрит на то, как ты делаешь дело Божие. Любовь, казалось бы, что и может принять это именно любовь. Но любовь-то и непонятно. Непонятно тем, кто хочет первенствовать перед другими, показывать фарисейски свои добрые дела. Непонятно тем, кто за обиду платит обидой. Непонятно тем, кто кроме этой земной жизни ничего знать не хочет. И вот злобный мир вооружился на церковь. На любовь христиан ответил своей злобой. И вот надо слушаться, каким мужеством христиане приняли страшный удар этого мира. Их распинали на крестах, их сжигали как факелы, их перепиливали. А они были верны Христу. Триста лет лилась христианская кровь. Когда читаешь о страданиях первых христиан, то поражаешься их нечеловеческому терпению. Если сравнить их с нами, то ни в какое сравнение не идет. На какие-то только компромиссы, уступки мы не идем. А они были непреклонны. Ведь требовалось самое малое, принести жертву идолам и продолжать заниматься чем хочешь. А они не могли. А мы теперь не жертвы какие-то, курение дыма. Души свои приносим. И после всего еще считаем себя христианами. Может ли такое христианство нас воскресить из мертвых? Нужно еще вспомнить слова. Не можете служить Богу и мамоне. Не можно служить сразу двум господам. Кто не берет крест свой и следует за мной, тот не достоин меня, сказал Христос. Мы в настоящее время, по сути дела, проходим путь первых христиан. Но с одной стороны нас физически так не гонят, как тех христиан. Как-то ущемляют по работе. Ну, иногда пасают сумасшедший дом или заключение. Но это не то, что распять на кресте. Жесть человека вместо факела. Но зато, с другой стороны, духовное гонение, пожалуй, самое страшное. Тонкое, обольстительное. У нас стоит теперь вопрос так. Или этот мир с его благами, или никаких благ. И мы все держимся за благо. А между тем, как мы здесь странники и пришельцы, между тем, как все устремление наше должно быть киной жизни. Кто из нас имеет такую решительность? И снова вопрос. Можно ли с таким христианским сознанием воскресать из мертвых? После гонений пошла эпоха всяких догматических споров. Эпоха подвижничества. Если невозможно спастись миру, нужно монашество. Эпоха догматических споров нам теперь непонятна. Отчего мы люди спорили? Верует только хочет. Или к чему эта борьба за нравственную чистоту? Морили себя в пустыне, голодом изнуряли, чтобы только не согрешить. Мы теперь не такие принципиальные. От того на словах словоблудия, разброд в умах и сплошные грехи. Это ли то христианство, которое воскрешает из мертвых? Церковь мы понимаем больше по букве, чем по жизни. А между тем, как сказано, буква убивает, дух животворит. В церкви все есть, чтобы воскресить наши души. Тут учения Христова, учения святых апостолов. Тут и все таинства с их таинственной самой верной помощью. А пользуемся ли мы этими средствами? Посмотрим, как мы теперь приступаем к церковным таинствам. Допустим, к Исту и непричастию. Это одна форма. Ведь что такое поисповедовать? Расскажите. Это значит начать новую, святую жизнь. Что такое причаститель? Это делать так, как делал Христос. Таинство много значит, но они действуют на нас ненасильно, а когда мы сами по своей доброй воле подходим к ним, как следует. Вот и приходится ставить только вопросы. Мы сегодня пришли в храм, пришли в церковь. Здесь Христос, Матерь Божия святые. И мы грешные. Но если мы не станем святыми, то напрасно будет наше хождение в храм. Церковь должна помочь нам достигнуть нашего воскресения из мертвых. Но мы должны быть настоящими христианами. Только в таком случае мы достигнем воскресения из мертвых. Следовательно, вот сейчас каждому из нас вопрос. Для чего мы пришли сюда? Отчетливо ли мы поставили себе задачу достигнуть воскресения из мертвых? А ведь если мы его не достигнем, то все будет напрасно. Обычно для простых людей церковь это заказать молебен, отслужить панифиду, крестить, допустим, ребенка или отпеть покойника. Часто и приходят сюда для того, чтобы исполнить это. Поэтому все внимание у нас на требы, на вычитывание записок. Отсюда и требования, чтобы эти требы здесь отпускали, как продукты в магазине. Мы заказали мол, а вы должны выполнить. Спрашивается, может ли такой коммерческий подход к церкви воскресить наши души? Или для интеллигентов, допустим, прийти в церковь, это послушать хорошее пение. А если хорошего пения нет, то можно и уйти. А того не знаем. Что каждое слово церковное несет в себе очень много для нас пользы. И в каждое слово надо слушиваться. Говорят, многое здесь непонятно. Устарел язык. Еще простолюдину можно так сказать, но не интеллигенту. Если вникнешь в суть, все станет понятно, для чего это. Церковь связана с нами самым теснейшим образом. Рождается человек, его несут в церковь крестить. Умирает человек, его несут отпевать. Церковь нам помогает и утешает в самых трудных моментах. Вспомним хотя бы последнюю Отечественную войну. Если так строго рассудить, то может быть мы выиграли войну, потому что была церковь. Ее молитвы, ее благодатная сила, значит больше всякого оружия. Церковь и нравственно воспитывает народ. От чего сейчас безнравственность развелась широкой волной? От того, что мало людей соприкасаются с церковью. Церковь это альфа и омега, начало и конец нашей жизни. Все связано с церковью. Сейчас вот говорят много о культуре. Так вот и вся культура из церкви. Нестор Литопитис, историк, это ведь из церкви. Искусство, литература, оно тогда и процветало, когда было связано с церковью. Церковь должна быть все в нашей жизни, а мы для церкви отдаем самое последнее место. А враг нашего спасения знает значение церкви и ни на что так не вооружается, как на церковь. Конечно, несмотря на все усилия нашего врага, он церкви не одолеет. Но если мы стоим в стороне от церкви, смотрим равнодушно или боязливо, то мы гибнем. Церковь, может быть, и не нуждается в нашей защите. Но если мы не активные члены церкви, то это плохо для нас. Вот это и должно дойти до нашего сознания. Мы пришли в храм, значит пришли в церковь. Несмотря на то, что здесь подчас творится, несмотря на трусость и преступность, которая бывает в храме, смотри на то, что такое церковь. Церковь – это мужество. Триста лет воевали против дозубов вооруженного мира. Воевали, имея только веру и любовь. И победили. Даже сам грешный мир признал ее победу. Церковь – это и вековая мудрость. Церковь – это святость. Вот что такое церковь. И мы пришли в нее. Расскажу из жизни два-три случая, что почувствовать на примере значение церкви. Вот отечественная война. Муж, дети на фронте, одна мать. Ничего нет, все разбито. И вот она, эта мать, идет в церковь, молится со слезами. И ее сердце радуется. И она выдерживает всю военную тяжесть, не сломилась духом. Спросите у нее, кто ей помог. И она скажет определенно – церковь. Но вот кто-то, кто и не нюхал военного горя, сейчас начинает получать эту мать, вырывать веру из ее сердца. Или другой пример. Я как-то ехал в метро, и надо мной, как священником, стал глумиться, пьяниться. И вдруг откуда ни возьмись, женщина средних лет, стала в защиту. Не трогай. И тут же поведала свое горе. Умер у нее муж. Она не знала, что делать. И кто-то посоветовал ей сходить в церковь. Пришла, и церковь помогла ей поднять самое тяжкое горе. А без церкви я не знала бы, что делать, заключила она. Церковь пробивает из сердца даже пьяницы. Зашел как-то один пьяница в церковь, уже служба кончилась. Но еще горели лампадки, свечи. И он как зачарованно остановился. Как у вас хорошо. Даже сквозь пьяные слезы разведел прекрасный церковный мир. А отчего пьют, отчего развратничают? От того, что не знают церкви. А безбожники говорят, церковь – это мракобесие. Какое мракобесие в таких их словах. Церковь – народная святыня. И тот, кто плюет в церковь, плюет в душу народа. Мы всеми силами своей души должны отстаивать церковь. Церковь – это не театр, куда ходят развлекатели. Церковь – это то, что нам помогает во всем и что нас спасает. Церковь – наше воскрешение из мертвых. Безбожие обворовало и опустошило наши души. До сих пор продолжают обворовывать. Мы стали ходячими мертвецами. Жестоко вспенившееся житейское море поглощает нас. Куда бежать? Только в церковь. Церковь спасет. Но в церковь надо идти как к святыне. С благодовением, с верой. Не так, как мы ходим. Мы некогда христианский народ стали теперь вдали от церкви. Пора понять, какой гибелью все это сказалось на нашей жизни. Нам нужно воцерковиться, жить полнокровной церковной жизнью. Тогда царствие Божие начнется сразу. Воскресая душой, мы воскреснем для вечности. Глава церкви – Христос. Он ведет церковь и он спасает. Это не учреждение, где грешные люди. Церковь – святыня, и как у святых, к святыне нужно ходить. Как к святыне, которая воскресает наши грешные души. Посмотрите на тех людей, которые пошли в церковь. Они отстают от такого страшного порока, как пьянство. Они становятся выдержанными. Или возьмите для сравнения того ребенка, который бывает в церкви, и который не бывает. Сами увидите. Знаю, что есть люди, которые не могут слышать о церкви. Вот недавно в нашем храме была женщина, об этом мне рассказывали, которая, посмотрев на все, вдруг воскликнула. Таких надо расстреливать. Откуда такая злоба? Расстреливать людей, которые хотят быть добрыми и достигнуть вечной жизни. У людей вне церкви зоологическая ненависть к инакомыслящим. Пусть почаще походит в церковь, и они тоже поймут, что значит церковь. Если бы не на крестни, который тоже такой зоологической ненависти пылал в церкви, так воспитал, обвалился бы храм и подавил бы всех мракобесов. И вдруг как-то зашел в церковь, и святыня коснулась его души, и он сам не узнает себя. Для него все стали братьями, и имеет всеми теперь воспитывать в христианском духе. Церковь приучает нас быть добрыми, честными, любящими. Быть правдивыми, смелыми, любить жизнь. Только знающий церковь любит жизнь. Незнающий церкви прожигает ее. Посмотрите, во что превратились люди, незнающие церкви, им бы выпить, посмеяться над самым святым, разрушать, громить. Надо самим идти в церковь и других вести в нее. Церковь спасения. Воскресение наше к вечной жизни. Церковь это и красота. Вот мы теперь любуемся иконами, которые писали наши предки, знающие церковь. Сколько прекрасных храмов было. Как умели выбирать места для храмов и монастырей. Вот вчера проходил мимо нашего храма один неизвестный мужчина, остановился, постоял, посмотрел и воскликнул. Да, умели выбирать. А театр построят в каком-то болоте, даже то, что смотреть. Выбрать место не могут. Куда им соперничать с церковью? А какой колокольный звон был, какая чудесная музыка. Каждый чувствовал в этом что-то небесное. Церковь своим существованием и земную жизнь делает прекрасной. И помогает достигать вечной жизни. Вот пусть это дойдет до каждого сознания. Церковь создал Христос. Создал для нашего спасения. И верим, что врата адовы не могут ее одолеть. Аминь. Собеседование 10-е. Итоговое. Сегодня мы попытаемся подвести итог наших воскресных собеседований. Вероятно, не все их слушали. Но и в таком случае, что перед нами должно стать отчетливо. Жизнь наша идет или в сторону воскресения из мертвых, или в сторону смерти. В конце этой земной жизни, или в самом деле нам блеснет радостный свет воскресения из мертвых, и тогда мы благословим все, что было. Или пахнет на нас холодный мрак смерти, и тогда вырвется из груди наше одно проклятие. Даже не то важно, как мы ждем. Что понимаем под жизнью. Важно то, что будет в конце. Мудрость народная говорит, конец венчает дело. Важно, что будет в конце. И сейчас уже должен стать серьезный и грозный вопрос. Если в конце только смерть, то что же такое была земная жизнь? Подготовка, что ли, к смерти? Посмотрев на это, как говорит поэт, с холодным вниманием вокруг, выходит, что земная жизнь – подготовка к смерти. И выходит, все наше искание смысла жизни, искание правды, наша борьба и страдания – это только безжалостный хохот над нами злой смерти. Если бы предложить нам, что вы выберете, жизнь или смерть, то, наверное, никто бы не согласился выбрать смерть. А вот по неволе мы все-таки выбираем смерть. И отчаявшиеся люди говорят, ну что ж поделаешь, это естественно, таков закон. Но как раз это и противоестественно, не таков закон. Все хочет жить, а не умирать. Нужно жить. Смерти не должно быть. Если существует смерть, то никакого разговора о жизни не может быть. Перед лицом смерти ведь все почти говорят, а я как будто и не жил. Это в самом деле. Человек на земле и не живет. Земная жизнь – только подготовка к настоящей жизни, когда не будет смерти. Но возможно ли это? Сразу у современного человека возникает вопрос. И тут ссылается на то, ну посмотри, мол, есть ведь смерть, что ты скажешь? На это ведь закрывать глаза нельзя. Да, закрыть глаза нельзя. Есть физическая смерть. Но это ведь недоразумение. Это ведь обман, а не смерть. Смерть существует для человека, а не верующего. Для верующего не существует смерти. Так вот, не существует смерти. А что же такое это? Человек ведь умирает. Мы это видим все, что человек умирает. И не что это такое. Это конец. Венчает дело. Умирание или воскресенье начинается с дня рождения. В зависимости от того, что и как человек делает. Умирает человек грешник. Он и сам говорит, что умирает. Человек праведник не думает, что он умирает. Смерть грешников люта. Верно. Смерть праведника честно, радостно. Блажен путь, вон же, идешь и днешь в душе, и у боготовости тебе место упокоения. Мы всякий раз, когда отчеваем, слышим этот прокимен. Для неверующего дико сказать умершему, блажен путь, в который ты уходишь. Потому что если знаешь, что смерть есть истребление всего живого и разумного, то сказать так нельзя. Блажен путь. Оттого при похоронах безутешно плачут. Для верующего это вполне понятно сказать. Блажен путь, ибо уходит от временной жизни к вечной, от подвигов к блаженству, от беспокойства к покою. Что лучше, беспокойство земной жизни или небесный радостный покой? Так вот, куда мы идем? К воскресенью или к смерти? Если идем к смерти, то все бессмысленно, что мы делаем. Разве не бессмыслиться делать для смерти? Если идем к воскресенью, то все приобретает свой смысл. Вот кто-то вздохнул добрым вздохом. И этот добрый вздох работает для воскресения. Смерть и воскресенье – это не граница в конце земной жизни. Это результат работы нашей жизни. Или мы воскреснем, или умрем. Сразу надо заметить, что умереть, чтобы все истребилось. И страдания, и блаженство, и добро, и зло – это только самообман. Ничто не истребляется физической смертью. Это только переход материи из одного состояния в другое. Когда мы физически живем, материя наша одухотворена нашим духом. И мы понимаем и действуем. А умрем – остается материя в чистом своем виде. Будут работать какие-то микробы. Будут черви точить то, что мы лелели в своем греховном воображении. Когда смотришь на мертвеца, смотри не на то, что человек умер, а смотри на то, что это разрушился земной прах, для которого люди в своем ослеплении так много трудятся, ненавидят и враждуют друг с другом. Только прах разрушился. А работа нашего духа – добро, любовь, мудрость, красота – это ведь разрушиться не может. Это не прах, а это то, что бессмертно. Для чего мы работаем? Для смерти или бессмертия? Для умирания или для воскресения? Хотели бы мы или не хотели, но люди все верующие. Только разница в вере. Какая? Один верует, что он будет жить, другой верит, что он умрет. И вот, что человек будет жить, это называют верой. А что человек умрет, это называют неверием. Вот если остро, отчетливо так поставить вопрос, верить в то, что мы умрем, это считать достижением науки, чем-то передовым, раскрепощающим нашу жизнь, то всякий мыслящий должен сказать, люди зашли в тупик, веру в смерть называют разумным, неверие, ведь это вера в смерть. А веру в жизнь называют мракобесием. Тут в пору сказать, да не попал ли ты в сумасшедший дом? Когда-то святые люди говорили, что придут времена, когда мрак будут называть светом, а свет мраком. И вот эпоха неверия. Это и есть такие времена. Но тупик может быть для тюрбана, для человека тупик это указатель к выходу. И мы на современном положении, на положении, которое мы видим, как забеспокоилась наша молодежь, зашедшая в тупик. Видим, что человека в тупик загнать нельзя. Человек это что-то величайшее. Он создан по образу и подобию Божию. И с тупиком неверия согласиться никак не может. Теперь почти в каждой семье уже кто-то появился верующий из молодых. И старики, страдающие склерозом неверия, удивляются, что это такое. Воспитывали в атеистическом духе, все делали, чтобы человек не верил. И с детских лет вздалбливали, что Бога нет. И разрушили храмы, и заставили науку и историю работать на неверие. А тут дети все пересматривают, потянулись к вере. Что это такое? Это не буржуазная пропаганда. Буржуазная пропаганда столько же стоит, сколько и атеистическая. Этот человек не смиряется с тупиком. Этот человек хочет жить, а не умирать. Вера это вера в жизнь. Неверие это вера в смерть. И смерть, как она ни страшна, должна отступить перед жизнью. Есть воскресение из мертвых. Это чувствует каждый, как верующий, так и неверующий. Это хорошо видно в дни пасхальная. Все стремятся в храм, чтобы прославить воскресшего Христа. Говорят, что бывали времена, когда в Непасхе бесплатно был вход в театры, кино, и люди, так падкие на всякую дармавчинку, не шли туда, а шли в храм. И прославляли Христа, верующие радостным своим видом и торжественным пением, Христос воскрес из мертвых, не верующий угрюмым видом и своим дьявольским проклятием. Но как бы ни хмуриться, как бы ни проклинать, а Христос своим воскресением. Это не миф, не выдумка, а это единственная действительность, без которой всякая действительность становится недействительностью. Христос вошел в нашу жизнь прочно, и хотели бы мы или не хотели, но все, как говорит один философ, вращается вокруг Христа. А смешные атеисты, не могуще отвергнуть на лицо явившегося христианства, говорят, христианство есть, а Христа не было. Но вот сказать, марксизм есть, а Маркса не было, ведь сразу же бы закричали, куда вы прете против факта? А сами ведь прут против факта. Христианство есть, а Христа не было. Ведь это тогда из ничего христианства возникло. Высасывает, как говорят, в народе собственного пальца. Вот то, что мы живем в определенную эпоху, это ведь говорит о чем-то. Еще когда я учился, я хотя и полыслел, и посидел, но родился не до революции, а в советское время, и в советской школе учился, то в дни моей учебы, помню, писали так, от так называемого Рождества Христова. Потом перестали, стали писать, новая эра. А что такое эра новая, и не говорят. А это именно эра Христа, эра христианства. Дьявол захотел побороться с Богом, убил Христа, возвет его на крест. Но смерть мученическая, это не смерть, а воскресение. Христос воскрес из мертвых. Когда мучаются за правду, за любовь к человеку, это не умирание, и умереть не могут. Вспомните свои жизни, когда вы были самоотвержены, боролись за правду. Как все подымало ваш дух. Вы чувствовали, что живете. А теперь вы поддались наговору, клевете атеизма. Вы обросли бытом, весь смысл жизни находите в материальной обеспеченности, в приобретении машины, телевизора. Задумайтесь так в ночной тишине. Какой скукой, пустотой едет от всего этого. Более того, могилой. Ведь посмотрите, что бывает от обеспеченности. От обеспеченности. Распущенность, нравов, блуд, пьянство. Все как с ума подходили. Ни стыда, говорят, ни с раму. Блудят уже дети. Уже дети познают то, что стыдно говорить вслух взрослым. Пьют всякого возраста и пола, и старики, и молодые, и женщины, и мужчины. К чему это ведет? Конечно, к смерти. Материальной обеспеченности ничего разрешить нельзя. Материальное – это именно миф, обман. Люди обмануты. Смерть называют жизнью, а жизнь – смертью. Христос со своим воскресением только может все разрешить. Все тревожащие нас вопросы. Все говорит о Христе, и немного надо, чтобы в это поверить. Но это немногое мы, загнанные в тупик, материальными благами переступить не можем. Не можем, потому что мы обрюзли от нашего греха, мы обленились, и, надо сказать, стали трусами. Пусть все гибнет, только бы не лишиться земных привилегий. Так мы рассуждаем. Посмотрим на то, как мы воспитываем наших детей. Мы им стараемся дать образование, обеспечить их, и считаем, что все в порядке. А не воспитав детей в христианском духе, мы их толкнули в объятие смерти. Ведь посмотрите, и ученые, и не ученые одинаково развращаются, одинаково пьют и развратничают. Только воспитанные в христианском духе стараются вести трезвый образ жизни, нравственно-систоплотно. Жизнь или смерть? Вот такой выбор предложен всем нам. И мы должны поставить себе вопрос, что делать, чтобы достигнуть жизни вечной? Этот вопрос и поставил Христу некогда один юноша. «Что мне делать, чтобы достигнуть жизни вечной? Умирать ведь никому не хочется. Нужно жить!» Христос юноше сказал, «Исполняешь ли ты такие-то и такие-то заповеди?» Юноша ответил, что да. И Христос сказал, «Немного тебе не достает раздать все, что имеешь и следовать за мной». И юноша, как говорится, отошел с печалью. Вот как мы отойдем, с печалью или с радостью? Нельзя следовать за Христом, если не взять крест свой. А взять крест свой, это именно расстаться своим привычным миром и решиться на то, что, может быть, нам не дадут место. Лишиться привилегий не каждый может. Думаем, что место и привилегии нас спасут, а это не спасет. Конец покажет, чем мы жили. Конец проверит наше убеждение. В предыдущих беседах я рассказывал, как умирал один атеист. Он подозвал верующую жену и спросил, «Скажи мне, есть ли там что или нет?» И жена видела беспокойство, сказала, «Ну чего ты беспокоишься? Ты же говорил, что там ничего нет. Вот и умирай спокойно». Покачал головой отошла жена. Снова подзывает, не веря, не успокаивает. Слушай, а в самом деле есть ли там жизнь? Есть ли там жизнь? Я рассказывал также в предыдущих беседах, как пятилетний мальчик обречил неразумие своей тете. Она ему говорит, умрешь и ничего нет. Мальчик остановил ее и сказал, «Вот когда умрешь, тогда скажешь, есть ли там жизнь?» А пока рано говорить. Есть ли за гробом жизнь или нет? Ведь это все воспринимается верой. То, что там есть жизнь, это мы воспринимаем верой. То, что нет там жизни, опять-таки воспринимаем верой. А чтобы сказать определенно, как говорит мальчик, у самих младенцев говорит сама истину, не случайно говорится. Надо побывать там. А пока не побывали, то у одних есть вера, от которой они радуются и делают добрые дела, у других, как у бесов. И бесы веруют и трепещут. Неверующие все трепещут перед лицом смерти. И сколько бы ни было лекарств, сколько бы ни продлевать земную жизнь, а смерти не избежать. Смерти избежать можно только верой в Господа нашего Иисуса Христа. Что такое Христос? Что Он значит в нашей жизни? Как все, что мы делаем во имя Христа, ведет нас к воскресению из мертвых, это надо себе твердо уяснить. Чтобы не было никаких колебаний, и мы бы жили в радостной надежде, что всех нас ждет воскресение из мертвых, жизнь вечная, аминь. Христос в нашей жизни, часть вторая, об Иисусе Христе как источники нашего воскресения. Собеседование первое. Как-то житель села Гребнева у меня спросил, Отец Дмитрий, кто больше, Матерь Божия или Иисус Христос? С точки зрения образованного христианина этот вопрос поставлен неграмотно, его и ставил малограмотный человек, христианин, но мне приходилось беседовать и с вполне грамотными людьми, и те же также приблизительно ставили вопрос, кто больше, Матерь Божия или Иисус Христос Сын Божий? Если посмотреть совне, не с точки зрения христианской догматики, то этот вопрос не должен вызывать недоумение. В самом деле, кто больше, Матерь Божия, логически выходит, что она родила Бога, или Сын Божий Бог, который от нее родился. Матерь Божия, естественно, должна быть больше Сына Божия. Но по отношению ко Христу так вопрос ставить нельзя, Христос это только по человечеству. С нашей человеческой точки зрения считается Сын Божий, а следовательно и Сын Матери Божией. А по существу это Бог, который принял образ человеческий, а Матерь Божия это не Бог, это человек, которая по человечеству родила Христа необыкновенным образом, как с ним Оливера говорится. Родился от Девы Марии, Духа Святого. Христос по человечеству таким образом считается и Сыном Марии. Здесь все необыкновенно и лучше бы даже не говорить об этом, а в благоволении замолчать перед этой величайшей тайной. Но поскольку все это стало достоянием человеческого понимания, то нужно сказать и об этом. В этом наша задача уяснить себе, каким образом Христос явился источником нашего воскресения измертвых. Поэтому уясним себе, кто такой Христос для нас. Рассмотрим этот вопрос со всех сторон. Первое. Расскажем хотя бы вкратце человеческую историю Христа. Второе. Небесную историю. Коснемся вопроса воскресения Христа и его страдания и смерти. Для чего это было? И потом коснемся вопроса воскресения Христова измертвых. Что оно значит для нашего личного воскресения? От правильного решения этого вопроса зависит не только наше понимание христианства, но и наше спасение. Зависит наша вера, ибо как мы веруем, так и будет нам. Веруем правильно, будет нам хорошо. Не веруем правильно, будет нам плохо. От того святым отцам приходилось долго бороться с заблуждением по отношению ко Христу, то есть юридиками, ибо только правильная вера спасительна. Поэтому прошу присутствующих в храме особенно быть внимательными к нашему собеседованию. Сначала несколько слов вот о чем. Есть атеисты совсем малограмотные, сейчас малограмотные атеисты задают тон, которые вообще говорят, что никакого Христа не было, это выдумки, что в истории нет свидетельств о Христе. Нужно сказать, что свидетельств в самом деле мало. Иудейский историк Иосиф в славе. Для исторического свидетельства достаточно и одного, хотя, впрочем, по философии Сократа и еще меньше. Но в нем почему-то не сомневаются. А в Христе сомневаются, хотя и больше свидетельств. И вот само сомнение для внимательного слушая уже является достоверным свидетельством. Почему сомневаются? Если сомневаются, то отвергая Христа нужно отвергать и Сократа. Но Сократа не отвергает, потому что он меньше значит для истории. А отвергнуть Сократа почти ничего не значит. А отвергнуть Христа это значит обезоружить миллионное, да что миллионное, миллиардное человечество. И вот хотя отвергающие исторически Христа и малограмотные, но понимают какой это долг для атеиста. Не было Христа, значит рушится вся христианская религия. Но малограмотные атеисты и могут убедить только малограмотных. А в настоящее время, после массового поветрия безбожия, верующими становятся очень грамотные, так что перед их грамотностью подобного рода атеисты становятся совершенно неграмотными. Грамотные верующие знают, что вся двадцативековая история христианства это самое достоверное историческое свидетельство, ибо ни о ком столько не говорят, сколько о Христе даже сами атеисты. Потом свидетельство святых отцов построены храмы. о чем? Это опять-таки о Христе, так что если строго сказать, то Христос единственная историческая личность. Можно сомневаться в каком угодно, в ком угодно, только не в Христе. Тогда на смену малограмотных атеистов приходят преступные атеисты, которые пытаются разрушить христианскую историю. Это разрушение храмов, вычеркивание из истории имени Христова, травли и гонения на христиан. Один военный человек, уверовавший в Христа, на довод атеистов, ты мог уверовать в сказку, сказал им, нет, не в сказку. Об этом вы и сами свидетельствуете тем, что сказки издаете спокойным образом, и они есть в вольной продаже. А вот Евангелие о Христе не издаете, в вольной продаже его нет. И вот ваша боязнь перед Евангелем и говорит, что вы и сами не считаете это сказкой. Есть наконец хитроумные атеисты, которые говорят, что да, Христос был, но это мол не Бог, а человек. Как будто они атеисты, не признающие Бога, знают верное понимание, что такое Бог, а что только не Бог. Но тут им можно сказать, хотя вы и хитроумные, но тоже глупо рассуждаете, то есть боретесь, деретесь не за свое дело. Христос Бог или не Бог, это должны определить верующие, которые в этом деле больше вашего понимают. Вы атеисты, в атеизме вы и компетентны, об этом и говорите, что вам даст атеизм. Но вся наша современная жизнь показывает, что атеизм, кроме гибели, ничего не дает подумать, отвергать Бога, то в понятие чего человек вкладывает самое лучшее добро, любовь, красоту, вечную жизнь. Это значит или быть окончательным глупцом, или окончательным преступником. Прошу прощения, что хотя я хотел сказать несколько слов, но вот вышло больше, чем несколько. Итак, расскажем человеческую историю Христа. Христос родился тогда, когда началась новая история, то есть 1976 лет тому назад. Что такое новая история? Это как я раз говорил, история от Рождества Христова. Потом стали писать о так называемом Рождества Христово, а теперь просто говорят новая эра. Хотя они объясняют, что такое новая эра. Родители убыли Мария Дева и праведный старец Иосиф, мнимый муж Марии. Родился в самой бедной обстановке, в яслих, куда загоняли скот. Родился как последний немущий, без всяких нормальных человеческих условий. Представим, по нашим понятиям сарай и тут же скот. Даже не среди людей, а среди скота. Что может быть более убогого, бедного? Но хотя родился в такой обстановке, его рождение заметили восточные мудрецы, которые подвижением звезд рассчитали, когда и где должен родиться Христос. И пришли к нему на поклонение с богатыми дарами. Рождение Христа взрывновало и потрясло ангельский мир, как известно из Евангелия. Они запели чудесную песнь «Слава Вышней Богу и на земле мир! В человечесах благоволение!» Эту ангельскую песнь говорила о том, что Бог показал свою величайшую славу, что среди людей наступает мир! Мир здесь не в значении того, что не будет войн, революции, восстаний. Как известно из истории все это было и после рождения Христа. А мир, что грех с рождением Христа не должен беспокоить нас, что он будет побежден, не имеет силы, хотя грех как явление есть и до сих пор. Но какой силы он не имеет? Раньше он нес с собой смерть и даже праведники физически умирая сходили в ад. А теперь смерти он и несет. И физически умирая человек идет в рай. Царство Божие. Вот от того в людях мир, нечего беспокоиться за свою жизнь. Земля мирна, смерть побеждена. В людях благоволения среди людей радость и как не радоваться, то нужно было идти в ад, а теперь царство Божие. Ад это горе, царство Божие, радость. Как видим, с одной стороны, рождение Христа самое незаметное, незавидное среди скота, ни пушки, ни поля, как при рождении великих людей. С другой стороны, Рождество Христово самое величайшее событие, ибо все буквально, все пошло другим путем. Христос своим рождением перевернул весь космос, всю историю. На рождение Христа нам нужно остановиться еще психологически. Какое светлое впечатление оставляет особенно на детские души. Рождество Христово. Всякий ребенок, живущий в христианской семье, это прекрасно знает. Ночная служба, зажжение свечи, встает картина эфелемская звезда, ясли, кроткие овцы. Тут Дева Мария необыкновенной красоты и добрый, убедительный сединой старец Иосиф убеленный. На русской земле еще в памяти встает всегда рождественский снег, тихий, спокойный, падающий как-то таинственный, чудесно. Уже одна эта картина способна создать неизгладимое впечатление. Потом всю жизнь живет этим воспоминанием. А как начнется жизнь, так обыкновенно она и продолжается. Вот сомнения дети, рожденные в атлетической семье, не знают подобной картины? Да ее нельзя ничем другим заменить. От того, хотя рождение и стараются чем-то обставить, допустим, цветы в лучшем случае, в худшем пьянство, пьяные тосты, а может быть даже и драка с мордобоем и кровью. От того, как начинается, так и продолжается. Рождество Христово помимо всего имеет величайшее воспитательное значение. Поэтому, чтобы наши дети были воспитанные, начинается их жизнь с впечатлений Рождества Христово. Запечатлевайте Рождество Христово на их еще чистые души. Это останется на всю их жизнь. Это в конце концов сделает их настоящими людьми. Не бойтесь в конце концов вводить их в храм в ночное время. Устраивайте дома фельемскую звезду или рождественскую елку, не новогоднюю, а рождественскую, с пением, с молитвой, а не с пьяными тостами и ничего не значащими пожеланиями. В большом прискорбе есть случаи, когда на новогодней елке преступные родители спаивают своих малолетних детей. Вот откуда берет начало беда на русской земле повального пьянства и хулиганства. Рождество Христово это неповторимый праздник в человеческой жизни. Большого и лучшего чем этот нет. Это и начало нравственного воспитания. Это в конце концов и смысл нашего рождения. Тема наших бесед очень важна и трудна, поэтому мы будем давать понемногу, чтобы лучше усвоить. Рождество Христово это уже и начало другого величайшего праздника Пасхи Воскресения из мертвых. Раз есть Рождество Христово будет и Пасха Христового Воскресения из мертвых. Поэтому не бессмысленно наша жизнь не бесцельно мы родились на свет. Смерть не прекращение человеческого существования, а только наш переход из этого мира полного скорбей, бед и беспокойства. В мир где не будет скорбей, а будет радость, блаженство, полное спокойствие, что нам ничто беспокоящее грозить не может. Мы теперь одурацены безбожной пропагандой, что цель человеческой жизни достигнуть материальной обеспеченности, как будто материальная обеспеченность разрешит все вопросы, а она ничего не решает. Даже не решает земных проблем, хотя бы то, что материальная обеспеченность не воспитывает людей, а развращает их. Ведь это каждый непредвзятый человек видит на нашем горьком опыте. В конце концов материальная обеспеченность не решает вопроса смерти. А раз не решает этого главного вопроса, вопроса из вопросов, Это абсолютно о жизни ничего не решается. Представим себе, разве может кто-либо утешить, что мы умрем, а от нас ничего не останется? На могиле вырастет лопух, как будто от этого станет нам могилей легче. Какое-то мертвяческое убеждение проповедует нам атеизм. Атеизм это никакая не наука, а если хотите, это дьявольская религия о смерти. Атеизму больше нечего сказать, как то, что мы умрем. Правда, проворные атеисты хотят поправить, если издают суррогат бессмертия, эти вот жалкие сказки, что мы будем жить в памяти потомков, которые тоже умрут. Какое жалкое бессмертие. Да будем жить в своих делах. А какие дела, посмотрите, как все разрушается, идет к катастрофе. Об этом уже завопил не один взрывомыслящий ученый. Да будем жить в цветах, травах. Но скажите, кого это может успокоить и утешить? Память потомков пусть даже много значит, но она не решает вопрос о бессмертии. А о жизни можно говорить тогда, когда вообще нет смерти. Это вот настоящее бессмертие. Человеческие дела пусть даже тоже много значит, но как они решают вопрос о бессмертии? Наконец, цветок. Да, это красиво. Но ведь это красота цветка, а не красота нашей жизни. Нужно смотреть трезво, мыслить по-настоящему здраво. Атеизм тоже держится на вере, но он хочет нас заставить верить в смерть. А вот вера в Христа, это вера в то, что смерти не должно быть. Мы о ней думаем с ужасом. Значит, само понятие уже нас настораживает и пугает. А скажите о жизни, это такое счастье, которое ничто не грозит. Как вы вдруг сразу невольно засветитесь светлой улыбкой? Как внутри вас появятся здоровые силы, вам захочется жить? И уныние, тоска бежит прочь. Почему святые люди при всех их нечеловеческих трудностях всегда радовались? Например, наш русский святой преподобный Серафим Саровский, это почти наш современник, живо подвижался в 19 веке, который сам радовался и других заражал радостью. Он всякого приходящего к нему иначе не называл, как «Радость моя! Христос воскрес!» Вот что значит вера в Христа. С верой в Христа вы не станете стреляться, не будете заливать свое горе горькой русской. Русская горькая, так о водке иронически говорят. Не станете от нечего делать разрушать все встречающееся на пути. Каждый, наверное, видел разбитое стекло на автобусных остановках, вывороченные телефонные автоматы. Это не от чего-либо, а от того, что разгулявшиеся хулиганы не знают, в чем смысл жизни. Атеизм их не воспитал, а разворотился о школьных скамьих. Вера в смерть, так называемый научный атеизм, не воспитывает, а развращает. Давно уже сказано умными людьми, раз нет Бога, тут все позволено. Вот они и позволяют тебе все бить и разрушать. Люди могут жить только верой в Христа. Это единственное, что делает их настоящими людьми. Показывает им смысл жизни. Помогает радостно трудиться на благо всего человечества. Собеседанность второе. Христос родился на свет. Христос слово греческое означает то же, что и еврейское. Мессия, то есть помазанный, освященный святым помазанием. Христа называют еще Иисус. По-еврейски означает спасение через Господа. Как мы видим из значения этих слов, Христос помазан, пока, допустим, для какого-то особого дела. Впоследствии станет ясно для нашего спасения, что и означает имя Иисуса, спасение через Господа. Спасение кого? Конечно, нас. Вот тех, которые стоят здесь в храме. Тех, которые остались дома. Тех, которые бродят по разным закоулкам и переулкам. Тех, которые будут рождаться. Христос родился для спасения всех людей. Из прошлой беседы мы слышали, что Христос родился незаметно. И в то же время его все заметили. И ангелы, и волхвы, мудрецы. Заметил, конечно, и Ирод, царство в то время. Послушаем, как среагировал Ирод на рождение Христа. Ангелы, мы знаем, запели неземные песни. Волхвы принесли дары. Как в Евангелии говорится, и открывшие сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. Значение этих даров в церковной литературе истолковывает так. Золото, как царю. Христос на то и родился, чтобы царствовать. Но царство его не от мира сего. Чего? Не понял Ирод и впал в страшное обеснование. Ладан, как Богу. Христос не только человек, но это и Бог. Ладан и теперь используем церкви для кождения Богу. С мирной, широко распространенной на Востоке благовонной, добываемой из растений мазь, имеющей силу предохранять тело от гниения. Волхвы эти были мудрые люди. И вот они, вражившемся о Христе, сразу прозрели Христа. Бога и человека, притом смертного. Мы знаем, что Христос умер на кресте самой страшной смертью. Пока мы не будем касаться этого, отметим пока себе, что Христос, по понятиям волхвов, вот кто. Царь и Бог и человек. Смертный. В сосчитании слов пока большая странность. Послушаем, как отреагировал Ирод. Евангелие говорит, услышав это Ирод, царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них. Но не для того, чтобы поклониться, а задумал страшное дело. Ему, привязанному к земле, к земному праху, померящилось, что царь не от мира сего будет сражаться с ним, чтобы отнять от него земное царство. Земные цари все рассматривают с земной точки зрения. Оттого и впадают в великие преступления. Волхвы, поклонившись Христу, получили во сне откровение, не возвращаясь к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Еще младенец Иисус Христос лежит в яслях. А уже ему предстоит гонение. Его гонят даже из ясли, не дают спокойно прожить даже первые дни на земле. Гонение с детских лет указывает на особый перст Божий. Только особые люди, самые добрые бывают гонимы. Не особые, не добрые пребывают в благополучии. И благополучие их ослепляют им глаза. Гонение же открывает глаза. Гонимы на земле самые добрые люди. И грешная земля не им принадлежит. Они здесь странники и пришельцы. Как только отошли волхвы, иным путем, все ангел Господень, читаем по Евангелию, является во сне Иосифу. Иосиф, мнимый муж Марии, от которой родился Христос. Ему поручено было сохранять детство Марии. Родив Христа, Мария также осталась девой. Развращенное сознание современного человека часто глумится над этой святостью. Острит в своем безумии и не верит. Как может дева родить, не знаю, мужа? Когда и Архангел Гавриил благовествовал Марии, что от нее родится Спаситель мира, она тоже сначала не поверила. И даже дерзнула спросить, как это может быть, когда она не знает мужа. Иосиф, муж Марии, будучи праведен, тоже впал в смущение. И во прежде, нежели сочетались они, она уже имела во чреве. И он по доброте своей, не желая огласить ее, как сказано в Евангелии, хотел тайно отпустить ее. Найдился ангел Господень ему во сне. И говорит Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, и выродившейся в ней от Духа Святого. Рождение Духа Святого – это не естественное рождение, а сверхъестественное. И происходит не по нашим человеческим законам. Вот это мы себе должны сразу отметить, чтобы потом нам стало понятно последующее. Христос, хотя родился как человек, и от человека Марии Девы, но рождение его нечеловеческое. Это уже должно сказать нам об особенности рождаемого. И вот этого особого родившегося человека, человека с большой буквы, с первых дней гонят. Ангел Господень говорит Иосифу, встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его, и пошел в Египет. Представим себе это ночное путешествие, как тайком уходит. Есть предание, что на пути бегства в Египет и Иосифа с младенцем встретили разбойники. Дело разбойников известно, а грабить, убить. Грабить здесь было нечего, убить могут. И вот один разбойник, поразившись неземной красотой младенца, не смел занести преступную руку. И как известно, когда распятый по левой хуил Христа, этот разбойник удерживал его. Мы должное получили, а он невинно распинается, за что хулишь? И потом, обратившись ко Христу, сказал, помяни меня, Господи, когда приедешь в царство твое. Ему Христос ответил, сегодня будешь со мной в раю. Некоторые из современных людей говорят, что это такое. Разбойник первым входит в царство Божие. Грабил, убивал, и тут первым царство Божие. У таких людей сознание Ирода. Но вот мы видим, Ирод ищет убить младенца, а разбойник, убивавший, останавливается перед неземной красотой младенца. Предание имеет под собой почву. В самом деле, разбойники чаще, чем злые правители, поражаются неземной красотой Христа. Из житей святых известно много раскаившихся разбойников. Встречал и я в жизни раз такого разбойника, который убил сорок человек. И впоследствии стал настолько кротким, добрым, все понимающим с благодарностью, он находился в заключении, что трудно было поверить, что это бывший разбойник. Есть вероятный и в том глубокий и таинственный смысл, что Христос распят посреди двух разбойников. Не посреди двух Иродов, а посреди двух разбойников. Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, а от двух лет и ниже, по времени, которое выиграл от волхвов. Как отмечено в календаре по 29 числам декабря месяца по старому стилю, 2 января по новому, мучеников, 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлееме из Виенных, 11 января. Церковь их причислила к лику святых мучеников. Отметим себе, первые святые за Христа из Виенны и младенцев. Кто осудил Ирода? Ирод, дрожавший за свое царство, думавший, что родившийся младенец может оказаться впоследствии врагом, пытается обезопасить себя, и чем? Избиением младенцев. Вот часто на чем держатся земные царства, на избиение младенцев, чистых, непорочих людей. И думает Ирод, что так и будет. Таков закон жизни. Но прекрасно сказал наш русский поэт Лермонтов, Но есть, есть Божий суд на перстнике разврата, Есть грозный судья он ждет, Он не подкупен звону злато, И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь. И Пушкин сказал, И не уйдешь-то от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда. Еще. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Но Ирод этого не хочет знать. Он весьма разгневался, думая, что он Бог, И послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его. Глаз в раме слышен плач и рыдание. И вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Рахиль, мать, плачет о детях. И задумываясь над этими событиями, разыгравшимися вокруг рождения Господа нашего Иисуса Христа. Пение ангелов, поклонение волхвов, бегство Иосифа с младенцем у Марии в Египет. И избиение младенца в Иродом. Каждому непредубережденному уму и сердцу должно показаться, что кто-то необыкновенный родился в мир. Да, Христос это необыкновенный человек. Это царь неземной и Бог, как предугадали волхвы. И смертный человек, так неверно думают Ироды. Но если Христос царь и Бог, то неужели он может оставаться смертным человеком? Забегая вперед, можно сказать, что поскольку он царь и Бог, то Ироды, умерщвяя младенцев, невинных людей, и потом распиная Христа, ошибаются. Умерщвленные за Христа младенцы воскреснут, как и сам Христос, распятый на кресте воскрес. Смертью смерть победил. Напрасно Иродова борьба. Ирод, который был тогда, умирает. И снова Иосиф является во сне ангел и говорит, отстань, возьми младенца и матерь его, иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Они умерли. Другие потом найдутся, что распнут Христа. И так будет до скончания века. В младенчестве Христос спасается откровением ангелов. В зрелом возрасте, будучи распят, спасается силой своего божества. И спасает всех гонимых и распинаемых. Но в это надо поверить. Поверить в правду. Поверить в то, что правда не может не восторжествовать. Задумаемся. Что говорит нашему сердцу Рождество Христово? Скоро вот начнется рождественский пост. Потом наступит само Рождество. Рождение Христа на свет должно у нас вызывать благоговейное отношение к рождению. В Ветхом Завете было сказано, женщина спасется чедородием. Чедородие спасения. Семьи жены сотрет главу змея. Женщина спасается чедородием. Женщина пусть особая и рождает того, кто стирает главу змея, то есть дьявола, губящего рода человеческий. Рождение – самый святой акт в жизни. Мучается женщина, но когда родит от радости, забывает всякие мути. Рождение – радость. Рождество Христово – усугубленная радость. В прошлый раз я говорил, как счастливы те дети, которые молительно встречают праздник Рождества Христово. Знает рождественскую елку, зажженную звезду, горящую своим сиянием, говорящую о Вифлеемской звезде, которая загорелась над миром для спасения рода человеческого. Эта святая картина останется на всю жизнь в памяти и наверняка предохранит от Ирода искушение. А не знающие этого? Что же получается, когда не знают Христа? Ирод избил 14 тысяч младенцев. А сколько младенцев мы сами избили? Аборты ведь – это иродовое избиение младенцев. И вот, чтобы мы отступили от Ирода и стали на место разбойника, мы должны раскаяться. Раскаяться так, как раскаялся разбойник. Раскаяние – это прекращение греха. Прекратить делать аборты. Как мы можем прославлять Бога младенца, когда мы столько убили младенцев в очреве? Их кровь вопиет к Богу. И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда. Есть грозный суд на перстнике разврата. А аборты – это именно от нашего разврата. Христос рождается, славит и скоро запоют. Как мы можем славить, если у нас не чисто сердце? Прославить Христа не словами нужно, а делами. Отчего у нас плохая вера? Отчего мы так легко верим глупой антирелигиозной пропаганде? Оттого, что мы предались иродову искушению избивать младенцев. Нам хочется устроиться хорошо, по-земному. Но земное все пройдет. Надо задуматься о вечности. Христос пришел нас спасти. Но без нас, без нашего соизволения и усилия, Он спасать нас не будет. Спасение – добровольный акт. Спасение над насилием – это не спасение. Царство Божие строится на добровольных началах. От строится на обмане и под насилием. Противопоставим же насилию силу своей веры в Господа нашего Иисуса Христа. Он родился, пришел в мир, чтобы нас спасти. Без Христа мы зашли в тупик. Никакое земное устройство о нас не спасет. Это бред ироды. Каким намерением мы подойдем ко Христу? Есть добрые люди, которые поют словословие ангельское «Слава Вышней Богу!» На земле мир, человеческое благоволение. Поют и светлеют лицом. Они верят и радостны в жизни. Есть люди, которые подобным волхвам-мудрецам приносят Богу все, что имеет чистое сердце. Они не слушают уговора Ирода и уходят от него иным путем. Наконец, есть младенцы, которые с детских лет избиваются и терпят всякие насмешки. Это блаженные младенцы. Как счастливы те школьники, которые в школе, которых осмеивают безбожники. Это мученики за Христа. Есть наконец матери, оплакивающие тех, кто делает аборт, оплакивающие развал нашей семьи. Этот плачих услышит Христос. И рано или поздно они утешатся. С чем намерением мы будем в этом году встречать Рождество Христово? С намерением ангелов, волхвов, с намерением избиваемых младенцев или с плачем мрахили. Все искреннее и святое примет от нас Христос. Пойдем же к Нему, раскроем перед Ним наши сердца. Христос наш Бог. Но не тот грозный Бог, которого хотят нам представить атеисты. А тот Бог, кто пришел к нам, вошел в нашу историю, стал человеком. Чтобы человек стал Богом. Вот сущность христианства. Вот для чего родился Христос. Ему слава ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. То, что Рождество Христово ознаменовало избиение младенцев, это не случайно. Не случайно, потому что грешный мир не терпит правды Божьей. А пришествие Христово в мир – это начало совершенно другой эры. Перед Рождеством Христовым была эра греха. Сейчас наступает эра правды Божьей. Но правда Божья не так легко дается. За нее нужно страдать. Грешный человек не может и не умеет страдать за правду Божию. Поэтому избиваются самые чистые и невинные души младенца. Не случайно говорится, если не будете как младенцы, не войдете в Царство Небесное. Если бы такая доля выпала взрослым, они бы не приняли как младенцы. Была бы озлобленность и бунт. А тут был плач, было страдание. Но не было ни проклятия, ни злобы. Вот для того, чтобы пойти за Христом, нужно и приготовить себя для страданий, и с такой чистотой принимать их, как младенцы. Без страданий, без Креста нельзя идти за Христом. Шествие за Христом требует крестоношения. Но для того, чтобы так пойти за Христом, нужно дать себе отчет, кто такой Христос, куда Он зовет, и что это такое, куда нам нужно прийти. Если страдать, а часто даже и жертвовать своей жизнью, то надо знать за что. Сегодня мы опустим подробности земной жизни Христа. Скажем, потом остановимся на главных вехах. Обычно в биографиях великих людей затошные подробности описывают, как родился, воспитывался, какие влияния были, кто родители. Здесь все иначе. Подробностей вообще нет в Евангелии. Откуда у Него такая мудрость? Поражались еврейские мудрецы, слушая Христа. Где Он учился? В Евангелии сказано кратко, преуспевал в мудрости у Бога и человека. Правда, в индийских сказаниях говорится, как учился Христос, но это индийские, не христианские. Они хотят понять Христа по-человечески, а мы сразу должны понять его по-божески. Мудрость от человека в одно, мудрость от Бога в другое. В человеческой мудрости нужно учиться в школах. Божеская мудрость сама входит в чистую душу. В зло, худую душу, как сказано в Писании, не войдет в премудрость. Поэтому из жизни святых мы видим, что многие из них были величайшими мудрецами, нигде не учились, и поэтому и Христу не нужно было учиться. Его учение было не от мира сего. Само появление Христа в мир было уже событием. Оно было откровением, особым примером. И мы не будем на этом останавливаться. Но для того, чтобы нам понять ту мудрость, которую в мир принес Христос, нам нужны некоторые условия. Какие? Поскольку нам сказано в 50-м псалме, во грехах родила нас мать, то вот первое условие наше избавиться от греха. Поэтому еще предтехи, пришедший перед Христом Иоанн Креститель, воззвал «покайтесь», и Христос звал к покаянию. Но покаяться нужно так, чтобы грех потом не имел силы. Вот для этого и нужно крещение. И Христос крестится. Для Него это не нужно было. Для нас это обязательно. Второе условие. Нужно знать, во имя чего креститься. Вернее, во имя кого? Исповедуй динокрещение, восставление грехов. Но кто может оставить грехи? Только Бог. Человек сам грешный не может оставить грехи. И вот тут мы начинаем прозревать, что Христос – это не просто какой-то великий человек, не просто какая-то из ряда выходящая личность, а это кто-то совершенно не укладывающийся в наши понятия. Христос своим ученикам часто задавал вопрос, за кого меня почитают в народе? И вы за кого меня почитаете? Потому что то, что хочет сделать Христос – непосильный труд для человека. Допустим, позвать Царство Небесное. Царство Небесное не от мира сего. Призвать к понятию, к пониманию, к покаянию. Требовать, чтобы все оставили земное. В простое человеческое понимание это не укладывается. А для чего же тогда жизнь? Невольно спросит земной человек. Идти на муки, быть чистым от грехов, во имя несуществующего здесь на земле? Так может сказать только Бог. И не случайно иудейские первосвященники обвинили Христа, что Он, будучи человеком, делает Себя равным Богу. Однако или Христос богохуйствует, или Он сам Бог. Кто же такой Христос? На этот вопрос правильно ответил один из учеников Христовых, будущий первоверховный апостол Петр. Ты, Христос, Сын Бога Живого. Не просто Сын Божий в человеческом понимании. Все дети Божьи, следовательно, и сыновья. А Сын Бога Живого. Вспомним значение слова «Христос». Помазанный в особом непосредственном значении «Сын». А Сын и Отец одной природы. Те так впоследствии Христос и сказал. Я и Отец одно и то же. Следовательно, можно догадаться, что это на землю пришел сам Бог. Пока о Боговоплощении мы не говорим, скажем потом. Но сейчас для нас должно быть ясно. Христос – Бог. И другого не может быть. Если это не Бог, то он берется не за свое дело. И вот узнать во Христе Бога – это задача каждого человека. Если он во Христе увидит простого человека, пусть самого гениальнейшего. Гениальнейшего. Это не то. Во Христе нужно узнать Бога. И Христос на правильный ответ Петра, за кого вы меня почитаетесь, сказал ему, «Блажен ты, потому что ни плоти кровь, ни человеческая мудрость это тебе открыло, а Отец мой, Сущий на небесах. Я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на всем камень я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». Мы знаем, что камень, на котором создается церковь, это Христос. Ибо церковь – не человеческое назначение. И она не может создаваться на человеке. А тут как будто создается на человеке Петре. Но это не просто на человеке, а на исповедании Петром Христа, Богом. Христос – Бог. И вот на этом исповедании создается церковь. Действительно, если это так, то какие врата могут одолеть Бога? Из сегодняшней беседы мы должны определенно уяснить себе, что Христос – Бог. Отсюда можно будет дальше идти. Кто не поймет этого, тот разобьется о камень. Из истории нам известно, что этого не поняли еврейские первосвященники и не понимают атеисты, безбожники. Факт появления Христа в мире еврейские первосвященники отвергнуть не могут, и они охотно во Христе признали бы какого-то особого человека, пророка. И тогда не произошло бы их ожесточения. Они не распяли бы его, но вот как Бога, они признать его не могут. И отсюда вся их трагедия. Такие безбожники – самые умные из них. Факт существования Христа они не отвергают. Но это, мол, не Бога, а человек. Давайте немножко остановимся в психологической. Почему еврейская элита не признала Христа и научила народ прокричать «распни его»? И почему безбожники не признают? Этот вопрос очень серьезный. Может быть, кого-то ударить по самолюбию. И еврейский народ, богоизбранный народ, ожидал Мессию-освободителя. Это было его вековое чаяние, ибо не может же избраться народ только на страдания. И вдруг царство мое не от мира сего. А вы как мучились, так и мучиться должны. А где же предсказание, что они будут царствовать над народами? Это им было непонятно. И вот земное устройство закрывает им глаза на все. Если он не освобождает нас, то какой это Бог? Он смеется над обещаниями Бога. Поэтому и «распни его». Он обманул наши ожидания. Это понятно даже по-человечески. Ну, представим себе, что вы ждете освобождения, а тут явился кто-то, объявил себя вождем и не освобождает нас. Конечно, разжаловать его, предать суду и казнить. Здесь еврейские первосвященники проявили себя не как первосвященники, а как обычные люди с их земными устремлениями. И они приговорили Христа на распятие. И ожидание еврейского народа передалось от первосвященников простому народу. Вот сотник говорит, истинно, он был сын Божий. Это какая-то загадка. Первосвященник, что раньше кого-то другого должен узнать, Христа не узнает. А сотник, откуда им узнать? Узнает. Истинно, он был сын Божий. И лучший сын еврейского народа Петр сказал, «Ты Христос, сын Бога живого». И так будем говорить определенно. Худшие дети еврейского народа, которые свое предназначение видели в величии земном, разбились о камень Христа. «Величие не в земном прахе, а в небесном избавлении. Царство мое не от мира сего. И всякий, кто не признает этого, разобьется, споткнется, пойдет неверной дорогой». Теперь о безбожниках. Вообще, конечно, они не могут во Христе признавать Бога, ибо это значит, нужно признавать существование Бога, значит, рушится атеизм. Признать Христа за человека, вернее, за реальную личность некоторые из атеистов могут. Как человек, он им не страшен. Могут даже во Христе найти слабые стороны, как и делали некоторые атеисты. Пытались выяснить все прощения Христа, его любовь к человеку, объявив ее осеньки ментальностью. И так, иудейская элита и безбожники сходятся это одного поля ягоды. Не признать Христа за Бога, и не признать, потому что, как они говорят, мы реалисты, и жизнь нам не где-то нужна, а здесь, на земле. Только об этом они забывают, что над их реальностью стоит костлявая и посмеивается. Вот как махнул косой, посмотрите, где ваша реальность окажется. Вы сразу станете жалкими, растерянными со всей вашей реальностью. Реалист единственный, Бог, и Христос сразу, как говорится, смотрит в корень. Нужно не от страданий избавлять, а от смерти. А что смерть, кто вводит в мир? И что? Конечно, грех. Поэтому покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Избавляйтесь от греха, и наступит Царство Небесное. После таких довольно долгих суждений ко всем нам вопрос, а за кого мы признаем Христа? Простой народ, кто не умеет вдаваться в дебе же суждений, знает традицию, говорит, Христос – Бог. Пусть это, как следует, не может обосновать. Для просвещенных умов, как мы сейчас называем интеллигентов, это что-то мелкое. Христос – человек, и вдруг Христос – Бог. А еще, когда дальше пойдут, и нужно столкнуться с Троицей, то они станут сразу в позе еврейских первосвященников, и скажут, Троица – это принимает Бога. А Бог один. Не три Бога. Это, мол, разделение Бога. Не случайно в начале христианской эры самые богопросвещенные умы бились над этими истинами, потому что знали, что это не просто отвлеченное знание, а от этого зависит человеческое спасение. Кто такой Христос? К чему Он нас призывает? Куда ведет? Что обещает? Эти вопросы мы должны себе отчетливо выяснить. Когда эти вопросы неотчетливо выяснены, то нашей верой не останется ничего. Как апостол сказал, если я надеюсь на Христа в этой жизни, то я самый несчастный человек. Ибо так в самом деле. Кого больше всех гонят, травят, убивают? Христиан. Кто беднее всех, и кто даже за идеал взял бедность? Христиане. Но если мы на Христа надеемся не только в этой жизни, а больше всего в той жизни, то все сразу меняется. Христиане самые счастливые люди. Представим себе, нет смерти, есть блаженство вечное, есть что-то такое, что еще можно сравнить с этим? Тогда и есть за что страдать, есть за что-то жертвовать жизнь. Воскресение Христово краеугольный камень, на котором мы должны строить дом своего спасения. Воскресение Христово дает смысл и нашей временной жизни, и вводит нас в жизнь вечную. Если бы Христос, придя на землю, ограничился только тем, что призвал людей к покаянию, научил их, как нравственно только жить, был бы моралистом. Это бы здание спасения развалилось, как и все земное разваливается, если оно ограничивается рамками этой жизни. Христос после того, как родился, после того, как проповедовал, после того, как пострадал за то, что он проповедовал, умер, он еще воскрес из мертвых. И вот это, воскрес из мертвых, самое главное и есть. И даже вся жизнь Христа приобретает свое значение, если есть это, воскрес из мертвых. И если бы этого не было, то и все остальное не нужно было бы. Более того, христианский путь был бы самым трагическим и несчастным. Если я в этой той кожизне надеюсь на Христа, то я несчастнее всех человеков, говорит апостол. В самом деле, что дает человеку христианство, если объективно рассмотреть одни страдания? Возьмите пример из нашей жизни. Кто больше презираем и гоним? Христиане. Даже возьмите более узкий пример. Вот мы стали принципиально все делать по-христиански, как мы сразу же сталкиваемся с окружающими нас. Грешный мир не терпит правды Божией и гонит праведников. Более того, мы становимся непонимаемыми, даже самыми близкими, даже по убеждению. Ну зачем он так говорит? Ходи, мол, в храм, молись, кто тебе мешает, и на душе будет спокойно, и будешь в почете от других. Но дело в том, что христианство не подходит к спокойствию этого мира. А ограничить христианство тем, чтобы сходить только в храм, поговорить, допустим, о христианских истинах. Это не христианство, это, если можно так выразиться, христианский эгоизм. Христианство беспокойно. Христианство не может спокойно молиться и разговаривать тогда, когда кругом творится неправда, когда истина в посрамлении, когда торжествует ложь. Поэтому христианство страдательно. Поэтому Христос и сказал, «Кто не берет креста своего и следует за мной, не достоин меня». Христианин всегда страдает. Только выстраданное христианство настоящее. Невыстраданное христианство часто выливается в фарисейство, исполнить букву закона и чувствует себя настоящим христианином. И вот представьте, если бы не было воскресения из мертвых, то христианство было бы только одно страдание, и, конечно, мы были бы несчастнее всех людей, уповая на Христа. Но дело в том, что мы уповаем на Христа не только в этой жизни, а главное – в той. Поэтому и воскресение Христово для нас становится краеугольным камнем, и мы из самых несчастных становимся самыми счастливыми. И те страдания, тот обман, то глумление, которое есть, не бессмысленны. Все в вечности покажется, что к чему. На воскресение Христово надо решиться. Все, что мы предпринимаем, нужно строить на началах воскресения. Мир нас иногда называет безумными, но как вы можете решиться на такой подвиг, не имея перед собой материально ощутимых результатов? На это мы отвечаем. Материально ощутимые результаты именно и есть безумие. Но как решиться на подвиг, зная из жизненного опыта, что эти материально ощутимые результаты все равно, что ничего нет. Один опасный поворот, и все разлетается в прах. А материально неощутимые – наша вера – это не то. Это то, во что мы верим. Это наше воскресение, наша жизнь. Вечная жизнь. И что миру кажется безумным, то нам кажется величайшей мудростью. Мудростью, потому что это вечно. За что не надо бояться, чего воры не подкапывают и не крадут. Все проверяется тем, на чем ты строишь. Если перед тобой не стоит ясная цель, что все строить ты должен на воскресении из мертвых, то все, что ты будешь строить, будет непрочно. Поэтому надо строить на вере в воскресение из мертвых. Христос воскрес, и мы воскреснем. Поэтому ничего нет страшного в наших страданиях. Поэтому в основу всего ты должен положить воскресение из мертвых. Положить то, чем достигается вечная жизнь. Вот ты создаешь семью, хранишь верность жене, ты морально стойкий. Это не для показа, не для упражнения, а ты направляешь все к воскресению из мертвых. Себя и свою семью направляешь к воскресению из мертвых. Поэтому ты не решишься на измену жене, не решишься на аборты, потому что если решишься, ты не достигнешь воскресения. Ты будешь беречь свое удовольствие, свое здоровье. А что это такое? А просто ты будешь трудиться для праха земного. Вот ты отдаешь своих детей в школу, начинаешь их учить. Если ты веришь в воскресение из мертвых, то ты в учении будешь прежде всего стараться достигнуть христианского воспитания своих детей, чтобы они веровали в воскресение из мертвых. А если не веришь в воскресение из мертвых, то будешь стараться, чтобы они получили диплом и заняли приличное место в жизни. И в результате ты будешь беречь покой детей, будешь стараться, чтобы не узнали об их вере и не исключили из института. А этим только ты достигнешь того, что они рано или поздно погибнут. Вот ты сам идешь по жизни. Жизнь страшная вещь. Тут и неправда, тут и обида. Если не веришь в воскресение из мертвых, ты закроешь на все глаза и будешь идти закрытыми глазами и заткнутыми ушами. Тебе будет казаться, что ты счастлив. Ты ничего не видишь и не слышишь. Но на самом деле ты не счастлив, потому что ты эгоист. Ты беспокоишься о своем покое. Не видишь, что нужно бороться за правду, что нужно относиться к состраданиям к людям. А это значит, ты не достигнешь воскресения из мертвых. И у тебя все кончается смертью. Правда, среди современных атеистов есть такое превратное суждение. Они говорят, что только когда ты знаешь, что есть смерть, то ты будешь дорожить жизнью и делать только все хорошее, потому что, мол, жизнь коротка и нужно делать так, чтобы прожить ее хорошо. Это или наивные мечтатели, или не хотят посмотреть на жизнь открытыми глазами. Вот современные люди, знающие, что все кончается смертью, что говорят? А говорят то, что бери от жизни все. Не возьмешь, потеряешь, живем один раз. И берут. Один разврат, другое пьянство, третий богатство. А если находится среди них честный, то для чего его честность? Ведь за честность надо расплачивать все в этой жизни. И честные атеисты так же страдают, как и верующие. Их ненавидят свои же. Смотри, мол, какой он честный. Дурак, а для чего твоя честность-то? Ведь все равно умрешь. И откровенные атеисты считают их глупенькими. В самом деле, для чего они страдают? Страдают, чтобы смерть посмеялась над их честностью. Ведь для этого не для чего же другого, а память потомков, да что вырастет цветок на могиле. Ведь в самом деле это неразумие. Но посмотрите на жизнь. Какие только люди не забыты потомками, каких только цветов не потоптали циничными ногами. А когда веришь в воскресение из мертвых, то все становится осмысленно. Там есть жизнь. И если мы страдаем здесь, то знаем, за что страдаем. Надо знать, за что страдать. Страдать, что есть смерть, бессмысленные страдания. Страдать, что есть жизнь, это не бессмысленные страдания. Не надо бояться страданий и не замыкаться в своем узком эгоистическом мирке. Христос страдал и проложил нам путь к воскресению. Открыл дверь в Царство Небесное. И мы страдаем и идем по Его пути и знаем, куда идем. Царство Небесное решение всех проблем. Все должно быть направлено к воскресению из мертвых. Вот и то, что мы проводим воскресное собеседование, находимся на службе. Воскресное наше собеседование приобретает интересный характер. Мы начинаем все участвовать в проповеди воскресения Христова. Одни тем, что ставят вопросы, другие тем, что отвечают на них. Правда, это беспокойно и грозит какими-то последствиями. А вось безбожники крикнут «Не смеешь!» хотят христианство ограничить каким-то магическим кругом и из-за него нельзя выходить. А христианство ограничить нельзя. Оно не музейная ценность, а жизненная. Не рассматривать, а участвовать. Равнодушным быть нельзя. Если так образно сказать, то в наше время мы все должны проповедовать друг другу. поскольку на наших собеседованиях традиция вопросов, то мы и сегодня в дальнейшем поведем беседу по вопросам. В прошлый раз, если помните, я ставил один вопрос. Что значит Христос должен родиться в нашей душе? Я сказал, что ответ на этот вопрос нужно больше дать не словами, а почувствовать. Ну вот, что значит Христос должен родиться в нашей душе? А это то, что Он должен в нас жить. Мы должны так же поступать как Он. А как Он поступал? Вспомните, когда ученики не допускали детей приходить к Нему, вот Он сказал, не препятствуйте детям. Вспомните, когда фарисеи обсастывали букву закона, Он их назвал лицемерами. Формальный подход к христианству – лицемерие. Во всем должна быть не буква, а дух. А дух в том, когда есть любовь между нами. «Потому узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой», сказал Христос. Не в том дело, что мы приведем цитату из самой священной книги, а в том, если мы приведем человека ко Христу. Приведем человека ко Христу, покроем множество грехов своих и спасем его душу. Поэтому не формальный подход, а принципиальный, если во всем этом любовь. «Если я знаю закон, могу переставлять горы с места на место, творю чудеса, а любви не имею. Я медь звенящая, кимвал звучащий», сказал апостол. Поэтому не исполни букву закона, как сказано, ради нужды бывает применение закона. Вот мы священники, по закону все должны ходить в рясах, а сейчас мы ходим в пальто, в пиджаках. Почему? Потому что нужда. Но оттого, что мы в рясе или без ряса, это разве меняет дело? Конечно, кому все безразлично, тот в рясе или без ряса будет одинаков. Но кому не безразлично, тот может одеть любую одежду, чтобы только привести человека ко Христу. На предыдущих беседах я рассказывал, как один монах, впоследствии ставший святым, чтобы спасти блудниц от их распутной жизни, одевался в светский костюм, ел мясо и ходил к блудницам, чтобы их отвратить от блуда. Это тяжелый подвиг. Гораздо легче исполнить определенные правила и считать себя святым. Все законы правила тогда приобретают свое значение, когда есть среди нас любовь. Закон и пророки держатся на любви, а если нет любви, то законы пророки становятся ничто. Не суббота ради субботы, а суббота ради человека, ради его спасения. Вот вы наблюдаете, что блюда ваши были чисты, а внутри вас все грязно. Там и пьянство, там и блуд, там и то, о чем стыдно и страшно говорить. А совне все обставлено хорошо. Я очень рад, что наша беседа рождает разные вопросы. По вопросам легче понимать сущность христианства. На следующий раз такие будут вопросы. Что значит милости хочу, а не жертвы? Что значит ради нужды бывает применение закона? Подумать хорошенько, что значит обряда верия? А теперь остановимся на таком примере. Он очень характерен и поможет нам разрешить многие вопросы. Книжники фарисеи привели ко Христу женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставившие посреди сказали, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он восклонившись сказал им, кто из вас без греха первый брось на нее камень. И опять наклонившись низко писал на земле. Они же услышавши то и будучи обречены совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина стоящая посреди. И Иисус восклонившись и не видя никого кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она ответила, «Никто, Господи!» И Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди впредь не греши». Вот пример того, с какой любовью нужно относиться к человеку. Здесь с одной стороны мы видим ревнителей закона, вернее мнимых ревнителей закона, готовых по закону побить камнями. А что значит побить камнями? А то, что своим формальным отношением к делу оттолкнуть от Христа. С другой стороны, блудницу, не смеющую поднять очей своих на Христа. И с третьей стороны видим самого Христа, писавшего на земле, образно на скрижалях нашего сердца. «Кто из вас без греха первый брось камень?» Ну вот кто из вас без греха? И прежде чем что-либо сделать, нужно подумать о себе. Подумайте о том, что формальные ревнители закона распяли по закону и самого Христа саму любовь. Христос не осудил блудницу, только сказал «иди и больше не греши». Вот она любовь к человеку. Если нет этой любви, ни о каком воскресении из мертвых не может быть речи. Любовь призывает человека к покаянию. Любовь примеряет враждующих. На любви, как сказал Христос, держится закон и пророки. Мы слишком разделены теперь. Каждый думает о своем и мало думает обо всех. Вражда разделяет людей, любовь соединяет. Прежде всего нужно понять человека, понять в том его состоянии, в каком он подходит к тебе. Тогда не будет того, что мы будем хвататься за камни, чтобы побить друга своего. Всегда нужно брать конкретные примеры. Вот допустим храм. Один наблюдает, что в чем-то улетит другого. Потом пишет куда-то доносы. А нужно не наблюдать, а исправлять своим любовным отношением к делу. Вот как Христос сказал блуднице «Иди и больше не греши». Конечно, мимо греха с закрытыми глазами тоже проходить нельзя. Как об этом сказано в Евангелии, если же согрешит против тебя брат твой, пойди обрети его между тобой и им. Если послушает тебя, ты приобрел брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, тогда будет он тебе как язычник и мытарь. Вот, кстати, пример того, как в церкви решаются вопросы при свидетелях пред лицом церкви. А то ведь бывает, что мы все делаем за глаза. Чего не можешь сказать в глаза? Не говори за глаза, учат нас святые отцы. Мы все должны спасать и спасать. Нас разделило безбожие, а мы должны соединиться между собой верой и любовью. Верить, доверять, а если указывать на неправду, то с любовью и при свидетелях. Послушает тебя, ты приобрел брата твоего. Тогда мы будем ко всему относиться с любовью, тогда восстановится у нас семейное отношение, тогда восстановится личная и общественная мораль. Тогда мы почувствуем себя ответственными друг перед другом и перед всем, что окружает нас. Это и будет нашим общим воскресением из мертвых. Царство Божие не когда-то придет, оно должно начаться сейчас, в наших душах, а если не начнется в наших душах, то ничего и не будет. Воскресение из мертвых не отвлеченное, а конкретное понятие. Вот сейчас мы должны воскресать, и для этого средства и богослужения, и заповеди Господни. Не цель, а средство. А цель наша всем и каждому воскреснуть из мертвых и жить вечно. В этом мы все найдем и разрешим самые неразрешимые вопросы. Мы не 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 а праздника Пасхи, называемого воскресением из мертвых, а достигнуть нашего воскресения. Настоящая неделя называется неделя о блудном сыне. Мы иногда шутим. Неделя мол блудного сына, значит мы все именинники, потому что блудные сыновья. это горькая шутка. Блудные сыновья это не шутка, а гибель. Мы плохо осознаем свою гибель. Блудный сын оставил отца и пошел на чужбину, думал, что там ему будет легче и лучше. Дома мол скучно, а там лучше. Можно выпить сколько угодно, тут и девицы вольного поведения, мол всякие удовольствия. Но греховные удовольствия ничего не созидают, они разрушают. И блудный сын, как говорится, догулялся до ручки. Все промотал, ничего нет. Желал бы напитаться хотя бы той пищей, которую едят свиньи, и ее нет. И тут вдруг вспомнил об отце, у которого все есть, и решил возвратиться к нему. Нам, блудным сыновьям, нужно возвратиться к отцу небесному. Все промотали, ведь пропили, ничего нет, и гибель грозит. Смерть или жизнь? В грехе смерть, каким бы не был он привлекательным. В добре и вере жизнь, как бы не было трудно. Воскресение из мертвых, вечная жизнь, вот что нас ждет, а мы добровольно умираем. Наше трудное время как раз обнажает страшный скелет смерти, чтобы мы ужаснувшись, одумались и возвратились к источнику жизни, Богу. Отец ждет блудного сына, Отец Небесный ждет нас всех блудных сыновей. Раскаемся и пойдем к нему. Удовольствие тает себе смерть, не о смерти надо заботиться, а о жизни. И вот наступающий пост, а потом Пасха, это о жизни. Вспомним, что нам надо жить и надо о жизни заботиться. Не будем же ничем обольщаться, ни легкой жизнью, ни обманом безбожников. Все, что мы делаем, должно направляться к нашему воскресенье из мертвых. А в воскресенье главную роль играет любовь. Любовь к правде, к человеку, к добру. Без любви воскресенье из мертвых не достигнуть. Будем же ко всему и всем относиться с любовью, с вниманием. И Господь наш Иисус Христос да поможет нам в этом. О нашем воскресенье из мертвых. Часть третья. Тогда подошли к нему ко Христу сыновья Зеведеевы Яков и Иоанн и сказали Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Чтобы ты сделал то, чего мы попросим. Странный и интересный вопрос. Сделать то, о чем попросим. Допустим так, вы обратились ко Христу с просьбой, а мы сделать то, о чем просим. У каждого человека, наверное, свои просьбы. У одного может быть неладно дома, кто-то пьет или изменяет, у другого тоска непонятная, у третьего вражда, у четвертого может быть желание получить хорошую квартиру и так далее. Конечно, Христос все может сделать. Однако посмотрим, какие просьбы были у сыновей Зеведеевых, о которых говорится в сегодняшнем Евангелии. Читаем по Евангелию. Христос сказал им, что хотите, чтоб я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей. И Христос сказал им, не знаете, чего просите? Ученики сразу захотели славы. И чтобы предостеречь их от этой неразумной просьбы, он спросил у них, можете ли пить чашу, которую я пью, и крестите крещением, которым я крещусь? Они отвечали, можем. И Иисус же сказал, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, а кому уготовано. Так Христос обличил неразумие просьбы и научил учеников тому, что не о славе нужно заботиться, а делать то дело, которое предстоит. Более того, как говорится в Евангелии, подозвав их, сказал им, вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. Не господствовать, не властвовать, а кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом, больше да будет слугой, первый рабом, ибо и сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, не чтобы господствовать властвовать, а послужить и отдать душу свою для искупления многих. После такого научения, наверное, никому не вздумается просить у Бога сесть в славе по правой и по левой стороны. Образить для всех нас Господь наш Иисус Христос. В это время, когда так разговаривал Христос с учениками своими, у Него уже кончался земной подвиг, и предстояло самое страшное и ответственное Голговский подвиг. Вот мы восходим в Иерусалим, говорит Господь, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Предстоит поругание, оплевание и заушение, распятие на Голгофе, потом воскресение. Господь готовится на крестные муки. Все было до этого. Господь учил, призывал к покаянию, хотел оторвать человека от земного интереса, воскрешал мертвых, в субботу на следующей седмице, мы будем отмечать воскрешение Лазаря, будет вход торжественный в Иерусалим, потом вдруг те, которые его торжественно встречали, отвернутся от него и он будет распят, оставленный всеми. Были и колебания у Господа, вспомним, когда он молился в Гессиманском саду. Если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не моя, а твоя воля да будет, вызывал он к Отцу Небесному. Значит, сознательно и непоколебимо шел на страдания. Мало учить, даже мало делать, нужно уметь пострадать, только после страдания воскресения. У каждого человека должен быть этот ответственный момент, уметь пострадать за то, что исповедует. Приближается страдание Христовы. И перед страданиями не может стать вопрос сесть по правой и по левой стороны. Это уже будет зависеть от Отца Небесного. А нам нужно готовиться на страдания. Земная жизнь место плодвигов и место страданий. И вот если бы нам сейчас предстояло попросить у Господа, о чем бы мы с вами попросили? Именно нужно попросить, чтобы быть непоколебимыми в своей вере и выдержать любые испытания страданиями. У нас с вами пост тоже кончается. Кончается время, когда мы делали печальный вид, клали очень много и поясных, и земных поклонов, раскаивались в своих грехах. А теперь нужно проверить, как мы все это делали. Была ли одна форма или за этим следует содержание? А какое содержание? Именно наша готовность пострадать за свои убеждения. Готовность, не заботясь ни о какой славе, делать дело Божие. Что было в прошедшем посту? Наверное, была и готовность сделать дело Божия, были искушения всякие, препятствия, были непонимания и вражда. А теперь перед крестом Христовым мы все должны примириться. Ибо встречать Пасху с враждой нельзя. Вместе с Господом мы должны пойти на подвиг крестный. Вот мы восходим Иерусалим, и Сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Слушаемся в эти слова перед величием их, все земное должно стать мелким и малозначащим. Страдания Христовы должны объединить нас и скрепить. Перед подножьем креста Христова мы все братья, и не господствовать и властвовать друг над другом мы должны, а служить друг другу. Только так поступая, мы достигнем воскресения и сядем со Христом в славе Его. Поясняя эти слова, апостол Павел в послании к евреям говорит, кровь Христа, который духом святым принес в себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Человек с очищенной совестью только и может служить Богу живому и истинному. Вся наша жизнь должна быть служением Богу. Совесть очищается страданиями Христовыми. Ну вот представим себе, что мы пришли на Голгофу и видим распятого Господа. Изъязвлены руки и ноги, ребра пробиты, голова тернием увита. И за кого? За нас. А мы что делаем? Перед Крестом Христовым должна пройти вся наша греховная жизнь и очиститься. Сегодня память Марии Египетской. Она была когда-то великой блудницей и такой же блудницей хотела прийти на празднование воздвижений Креста Господня. Но казалось бы просто пройти. Но сколько она не пыталась, волна людская отталкивала ее. Все усилия были бессильны. Тогда она взглянула на икону и заплакала.